4, 3, 2, 1 Сожри врага зомбарем, будем строить много зомби, посмотрим что с этого получится, и уже в самом начале на нас кто-то нападает, эй ты чувак уходи отсюда, я еще не успел построить много зомбарей, отлично он убежал, бро, чтобы мы победили, успей поставить лайк за 3 секунды, считаю, раз, два, три, молодец бро, что ты успел поставить лайк, да, зомби нападают, мы деремся и побеждаем, Дело в том, что я поставил не только зомбарей, которые нападают, но также зомбарей, которые будут кидаться книлым мясом, то есть буду пытаться играть только от зомби, я решил никуда не идти на обелиск, попробуем задефиться, спрятаться на базе, сделать как можно больше зомбарей и потом толпой напасть на врага, зомби в принципе круто строятся, они строятся довольно быстро, они довольно сильные, есть у них всего лишь один минус, это то, что они очень медленные, И тут, конечно, в ролике я буду некоторые моменты ускорять, чтобы все было побыстрее, ну а где будет битва, там ты увидишь уже нормальную скорость, и враг уже на нас нападает, давайте зомбарики, жрите врага, красные нас хотят сожрать, конечно, я быстро нажимаю отхилку для наших зомбарей, и пытаемся всех захавать, ну что враг, страшно тебе, беги? Конечно, перед этим роликом я сыграл еще пару каток этой стратегии, у меня все получалось, стоять на базе дефиться, собирать зомбарей, а потом атаковать, давайте ребята, в атаку, отлично, всех съедим, едим, едим, они пытаются нас убить, но зомбарей не остановить, это зомби воблера, я создал зомби вирус, я не знаю, что это было за вирус, может быть вирус гриппа, но он превращает людей в зомби, и теперь, да, просто зомби, и мы будем зомбарями нападать, сейчас здесь накапливаем армию, непонятно на самом деле механика здесь в игре, потому что у нас сейчас сверху строится 3 юнита, иногда у нас может строиться 3 юнита, иногда только 2, так как игра находится в раннем доступе, пока еще непонятно, как тут все устроено, а также игра у меня пару раз вылетала, но дело в том, что я играю на эмуляторе, у меня ничего не получалось запускать, пришлось ее удалить, закачал заново, все вроде бы нормально, итак, я сейчас строю 3 юнитов, это обычный зомбарь, зомбарь, который будет кидаться гнилым мясом, а также рудокопов, чтобы рудокопов было очень много, и первые зомби, которые у нас появились с обелиска, они пошли на вражескую базу, они как раз нам открывают туман войны, да, который скрывает врага, и мы сейчас видим, что у врага армия в принципе небольшая, и мы можем его завалить, ну что ребята, вперед, давайте мы уничтожим все, у врага всего лишь парочка лучников, а у нас зомби очень крутые, давайте вперед, также зомби, которые кидаются гнилым мясом, они выглядят внешне так, как и зомби обычные, это не очень привычно для нас, так как мы в игре Secure Legacy знаем, что те, которые мясом кидаются, они как-то отличаются внешне, и мы их можем отличить, но мы видим, они сзади стоят, они кидаются, и они идут медленнее, чем обычные зомби, мы серьезно напугали врага, он решил спрятаться в замок, а мы сейчас с вами сожрем эту каменную статую, я не знаю, почему зомби жрут именно статую, наверное цемент вкусный, но мы все развалили, и конечно же победа, виктори, вообще в общем зачете с такой стратегией, это у меня третья победа, и я такой думаю, блин, все круто, я нашел вообще суперспособность здесь играть, но тут пришел Петр, и сейчас ребята, будет довольно эпическая битва, не ожидал такого, я в самом начале строил три рудокопа, одного зомбаря, думаю не буду идти на обелиск, он мне не нужен, стратегия супер рабочая, надо просто тихонько стоять на базе, делать зомбариков, которые очень быстро строятся, надо чтобы зомби строились постоянно, тогда эта стратегия в принципе работает, ну я так думал, потому что что будет сейчас, ты дружище увидишь, и так, у нас уже есть два зомбарика, строится третий, и вот уже бежит капитон, откуда у врага капитон, ребята, чтобы вы поняли, для создания капитона надо 500 золота, а также 50 кристаллов, у капитона 450 хп, он реально очень крутой, но у меня зомбари тоже не слабые, потому что их больше, и дамаг у них суммируется, потому мы в принципе как бы вырубаем капитона, но дело в том, что враг управляет этим персонажем, и он может от нас убегать, он увидел, что мы наносим очень много ему урона, и решил убежать, я в шоке, такой стратегии я не видел, чтобы на меня в самом начале нападал супер бронированный юнит вражеский, он тихонечко бегает, пытается копьем своим нанести там урона, здесь урона, но ничего не получается, мы его отгоняем, конечно, он смог нас напугать, он смог остановить добычу золота, и это минус, снова он возвращается, у него уже есть откуда-то лучник, это еще плюс 300 золота, откуда у него так много золота в самом начале, не могу понять, если честно, но я тоже настроил нормально зомбарей, и мы сейчас пытаемся как-то его завалить, он хитрый, он потихонечку отходит, наносит урон нашим зомбарикам, а также ему помогает лучник, и я понимаю, что таким образом я проигрываю, у него уже второй бронированный капитон, а у меня всего лишь зомбарики, при том, что у него поддержка уже луками есть, я в шоке, я пытаюсь отхилить своих зомбариков, у меня все получается, враг спасает своего капитона и отступает, мы тоже возвращаемся на базу, я такой в шоке, немножко понимаю, мне нужны лучники, но они будут долго строиться, сейчас у меня строится всего лишь одна партия юнита, почему так работает, я не понимаю, может быть потому, что у меня еще хилка там перезаряжается, ну да ладно, пытаемся сейчас отбить атаку, у него уже два лучника, они уже сдалека стреляют, у меня тоже есть крутой зомбарь, который кидается гнилым мясом, враг отходит, давай зомби, добей его, нет, не попали, стоим на базе, я понимаю, что тут как-то, ребята, подозрительно пахнет жареным, потому что у него армия мощнее, у него никто там не умирает, а у меня зомбарики умирают, а если мы золото переводим в хп на юниты, то получается, что у него юниты остаются, а у меня помирают, надо побольше строить сейчас армию, посмотрим, что с этого получится, реально такого врага я еще не встречал, побежал вперед лучниками, дело в том, что оказывается, что лучники бегут быстрее зомбарей, и вот что выходит, троих моих лучников сразу выносят возле обелиска, я не рассчитал скорость юнитов, потому что я в игре новичок, я здесь пока что играю недавно, я знакомлюсь и понимаю, что зомби с лучниками, блин, довольно подозрительная атака, потому что лучники бегут быстрее, и я сейчас потерял просто 3 лучника, а в золоте это 900 золота, именно 3 крутых персонажа, которые могли бы поддержать мою армию, а у него уже крутые капитоны, сзади много лучника, наверное, штук 6 или 7, плюс у него капитонов 5 или 6, а каждый 450 хп, короче, он все выносит на моем пути, я пытаюсь отхилить своих зомбариков и понимаю, что у него армия очень крутая, у него больше лучников, круче поддержка, круче атакующие войска, и тут, ну блин, он реально уже идет на меня, он понимает, что армия у меня слабая, восстановить я ее не смогу быстро, да и замковые лучники не смогут остановить его капитонов, они очень крутые, они там еще как-то светятся, непонятно, какая-то у них дымка, я не знаю, что это за способность, но если вы играли, обязательно пишите в комментариях, и вот что вообще выходит, короче, Петр полностью ломает мою стратегию с зомби, вроде бы она работала на новичках, а у него еще круче получилось, и вот что мы видим в итоге, ребят, выносят нашу статую, лучников очень много, капитонов очень много, и капец, на этом все сказано, сливаемся, я ничего не могу сделать, у меня 23 зомби строятся в очереди, но все равно они не успеют ничего сделать, да и замковые там как-то постреливают неуверенно, вот что получилось, поражение. Битва стикманов продолжается, у нас идет автоподбор, новый враг против нас, какой-то человечек, и мы сейчас попытаемся на нем применить нашу супер стратегию из зомбарей, но я такой думаю, допустим, ну да, Петр победил, может быть это какое-то исключение, и он был супер силен, супер стратегия, супер игрок, буду дальше продолжать играть с зомбарями, сейчас будем с вами накапливать зомбарей, а потом уже атаковать врага. Сразу пойдем на обелиск, понимаешь, что обелиск это ключевое здание для того, чтобы победить врага, все-таки обелиск будет приносить и золото, и кристаллы, и мы четырьмя зомбарями пытаемся захватить этот обелиск. Ну ты видишь, что у нас получается, дело в том, что у врага есть лучник, а лучники здесь реально решают, потому что это поддержка, надо чтобы не только кто-то воевал, но надо чтобы кто-то и сзади прикрывал, а минус зомбари это их скорость. Я понимаю, что у врага снова преимущество, получается, что он построил юнитов, и они у него живы, а я их потерял, и мне надо заново строить юнитов. И я строю уже и зомби, и лучников, и зомби, которые кидаются мясом. По-быстренькому наращиваем здесь армию, и ты видишь, как здесь все происходит, почти ускоренное все в три раза. Уже я сделал капитона, потому что он должен как-то танковать. Два капитона это 900 хп в атаке, плюс сейчас мы с вами посмотрим, как же вообще бегают капитоны. И тут я понял, что капитоны крутые, потому что они быстро передвигаются, они бронированные, они же быстрее бегут, чем лучники, а значит, что лучники смогут сзади прикрывать. Отлично, пошла атака, я сейчас отхиливаю свою команду, и капитоны там как-то воюют. Но получается, дело в том, что у них лучников просто больше, и они нас перебили чисто численностью. Вот если бы я не слил прошлых зомбарей, то все было бы по-другому. И у меня уже здесь жесткое поражение, потому что мне приходится отступать, а враг и наступает. У него капитоны, у него лучники. Я пытаюсь сейчас как-то отбить именно капитона, который бьет мою статую. Он снова отступил. У него идут и зомби, и капитоны. Короче, реально у него армия крутая. А у нас, конечно, армия строится. Как бы нет проблем в золоте. Но, с другой стороны, рудокопы ничего не добывают. И через несколько минут у нас все-таки будет не хватать золота. Не будет хватать всего для постройки армии. Давайте, ребята, отбивайте этих зомбариков. Идет по два зомбаря. Походу, он их выпускает из обелиска. Значит, он как-то обелиск свой модернизировал, потому что обычно идет один зомбарь, а у него уже их много. И он отправляет на нас и капитона, и других мечников. И все это в сумме под прикрытием огромного числа лучников. Ну, тут, ребята, вы видите, что происходит. Воевать не получается, потому что враг нас разносит. Давайте держимся, держимся, держимся. Еще чуть-чуть. Стоим. Вроде бы как атакующую армию перебили. Все неплохо, но у нас тут осталось... Что? Один лучник сзади. Он стоит возле рудокопов. И они огромной армией уже нас атакуют. Мало того, что он стреляет по нам лучниками, так еще идут зомби с обелиска. И бегут мелкие юниты с его базы. Видите, которые с мечами. Давай, бьем их! Не отдадим мы нашу статую! Она крутая! Она вообще замечательна! Мы ее строили очень долго! Я не люблю сдаваться! Но понимаю, что навряд ли мы сможем победить. Хоть я и строю капитонов. Ну, вот они еле-еле как-то там строятся. Давайте вперед, ребята! Отлично! Завалим врага! Враг отступил. Такое ощущение, что он нас просто берет и мучит. Говорит, Воблер! Я тебя все равно убью! Просто на 30 секунд позже или на минуту. Пытаемся как-то здесь отбиваться. Враг тоже действует неуверенно. Он накапливает армию более сильную, чтобы прийти нас и разнести просто одним своим залпом. Одной атакой. Тут уже идет у него по 4 зомбаря. Ничего себе чувак обелиск прокачал. Ему можно вообще армию не строить, а по 4 зомбарика пускать и он нас сожрет. Давайте, капитоны, вперед! Вот капитоны стоят. Они вроде бы крутые, но они не могут выстоять против огромного количества вражеских стрел. Пусть еще зомбарики. Издаваться не хочется и понимаешь, что поражение мое не за горами. А вот-вот оно уже идет. Красным цветом. И сейчас все разрушат. Да, ребята, подтвердило мое опасение. То, что тактика с зомбарями не работает. То есть она не работает в таком плане, в котором я ее использовал. Ей нужна поддержка. Зомбарям нужны лучники. Будут лучники, будут победы. Я решил пересмотреть свою тактику. И сейчас мы с вами проведем две новые битвы, где мы попробуем отталкиваться от лучников и от капитонов. Хотя, на самом деле, я хотел этот ролик посвятить именно только атаке зомби. Но я вижу, что зомби сами по себе не сильно атакуют, потому что в любом случае надо поддержка. Можно, конечно, строить зомбарей, которые кидаются гнилым мясом. Но для них нужны кристаллы. А кристаллы тоже надо откуда-то добыть. Потому все так сложно. Так, побежал у нас вперед уже один лучник. Сзади идут еще зомбарики. Тут наши лучники перестреливаются друг с другом. Я делаю ошибку и пытаюсь вернуть лучника обратно. И таким образом сливаю его. Так бы они там перестреливались и друг друга убили, а зомби остались бы на обелиске. А так я потерял и лучника, и зомбарей, и обелиск. В принципе, я тоже сейчас потеряю. Вот всего лишь одна такая ошибка привела меня к тому, что поражению в начале игры. Ну что ж, давай мы дальше построим свою армию. Быстренько строим лучников. И я думаю, что мы просто попробуем перестрелять врага. У нас будет больше лучников. Я сейчас выбираю рудокопов, чтобы они добывали не кристаллы, а именно золото. Попробуем отталкиваться от золота. Потому что зомби строятся только за золото, а лучники тоже за золото. В принципе, нам кристаллы не нужны. Кристаллы нужны для суперских юнитов, которые выбираются здесь отдельными перками в игре. Уже у нас есть лучники. Парочка зомбарей. Потому, в принципе, у нас команда неплохая. Сейчас еще соберутся немножко кристаллы, чтобы мы могли в атаке их применить. И в случае чего мы сразу отхилим свою команду. Побольше строим лучников. Потому что я хочу прикрыть свою армию. Плюс у нас есть один, в принципе, капитон, который поможет нам при атаке. Вот и второй выбежал. Да, ребята. Пошли в атаку. Круто. Взаимодействуют лучники с капитонами. Потому что капитоны бегут быстрее лучников. Это, конечно, круто. У него маг. Он применил своего мага. Тут пытается нанести огромный урон по нашим капитонам. Но мы его напугали. Мы отхилились. Захватили его обелиск. И уже наши лучники сами стреляют врагу вслед. Ай-яй. Он выпустил ниндзю, но ниндзя не успел добежать. Второй ниндзя у него бежит. Да, гоним ниндзя в стрелах. Лучник в стрелах. Завалим ниндзю вражеского. Ниндзя крутой персонаж. Но на самом деле у него мало хп. То есть если сравнивать ниндзю и капитона. То капитон круче. Но ниндзя быстрее. Ниндзя как раз подходит для того, чтобы ворваться во вражескую армию. Поближе к лучникам и перебить. Но ниндзей надо там управлять. С помощью персонажа. Тогда тактика более-менее выгорит. Но мы еще за ниндзю поиграем в следующих роликах. Враг увидел, что мы крутые. И просто взял и сдался. Победа нам досталась на халяву. И очень быстро. И это у нас, ребята, последняя битва в сегодняшнем ролике. Сейчас ее надо провести. Кто же победит, я не знаю. Или мы, или враги. Но если ты досмотришь до конца, то обязательно увидишь. Мы с вами применяем новую тактику. В самом начале я строю одного лучника, одного зомбаря, одного рудокопа. И лучника сразу отправляю на обелиск. Чтобы обелиск нам приносил и кристаллы, и золото. Короче, идем в атаку в самом начале. Если они отправят одного стикмена, то лучник его завалит. Если лучники, то значит они друг друга убьют на обелиске. Но у нас сзади еще будет идти зомбарь ему на помощь. Даже два зомби. Давай, лучник, вперед. Нет, надо лучника спасать, потому мы его забираем. Он тоже сделал каких-то крутых быстрых стикменов. Видите, с какими-то тысаками, с мачете. И нам надо их победить. Я уже поставил строительство рудокопов, потому надо ставить лучников. Лучников и зомби, чтобы они как-то взаимодействовали. Тяжело на самом деле играть и за лучника, и за зомби. Потому что у них разная механика. Они по-разному идут. Скорость движения, точнее, разная. Потому что лучники быстрее бегут, чем зомби. Это надо учитывать при атаке и как-то все на самом деле спланировать. Вот лучники. И отлично, теперь я сделаю парочку капьетонов, чтобы напасть и лучниками, и капьетонами, и зомбарями. Как раз первые капьетоны будут стоять, отбивать атаку. Будут на себя принимать урон. Сзади будут стрелять лучники. Ну, пока там будет заварушка, наши зомби как раз под вечер придут, повоюют, если враг там выживет. Ну, конечно, выживет, потому что всего лишь два капьетона у нас. Давай, побежали в атаку. У меня в запасе есть кристаллы для того, чтобы отхилить свою команду. У врага еще какая-то летучая мышь, летучий лучник. Так, бьем всех. Вот как сработала моя тактика. Видите, спереди стоят, именно танкуют наши крутые стикмены. Они же капьетоны-спартанцы. И мы всех перебили. Зомби как раз уже подошли под конец битвы. Мы перебили всю вражескую армию в начале, переключились на лучника, завалили лучника. Короче, мы в шоколаде, ребята, видите? И я такой думаю, ладно, не буду нападать на врага. Давайте я накоплю армию побольше и приду его завалю. Пусть чувак думает, что у него еще может получиться атака. Хотя, если он внимательный, то он мог бы заметить, что у нас армия уже в самом начале очень крутая. То есть у нас тут и лучники, и капитоны. Зомбарей практически нету, видите? То есть зомби так, чисто есть. С обелиска зомби идут на разведку. Врага небольшая армия. Наши рудокопы тоже уже пошли воевать. Дело в том, что я рудокопов очень много настроил. И вперед. Надо добить врага, пусть он не мучится. Пусть он уже поймет, что воблер крутой. На самом деле, очень крутая игра, ребята. Просто восхитительно. Тут можно управлять каждым юнитом по отдельности. Много разных тактик. И в будущих роликах мы будем пробовать другие какие-то тактики, чтобы не использовать капитонов, а как-то все по-другому. Вы поняли? Что с этого получится, ты узнаешь, если подпишешься на канал воблер, поставишь колокольчик, там все уведомления. И тогда все будет круто. А также, бро, если ты играешь в эту игру, обязательно пиши в комментариях, какие стратегии ты используешь, какие сюда ставишь перки, да, для битвы. Что с этого выходит? Итак, бро. На этом ролик завершается. Спасибо, что смотрел. Оставайся на канале. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok